Девушки отдыхают Девушки отдыхают Здравствуй, Милек Садись, Халил Эти цветы для тебя Халил Садись За все годы нашей семейной жизни Я никогда и ничего у тебя не просила Даже не просила стать отцом моей дочери Ты сам этого захотел Верно Я неправильно поступил? Давай не будем об этом Я в первый и последний раз попрошу у тебя кое-что Будь честен со мной сегодня Я всегда честен с тобой, Милек Я все узнала Что Азиз на самом деле не предавал И не бросал меня Что ты уничтожил письмо, которое он мне отправил Не вздумай ничего отрицать Не унижайся еще больше Ты уничтожил не только то письмо, но и Мою жизнь Жизнь моей дочери Уничтожил жизнь Азиза Ты растоптал мои мечты Подорвал доверие к людям Когда Азиз вдруг исчез Я осталась в безвыходном положении с ребенком под сердцем Мне некуда было идти И вдруг появился ты И захотел жениться на мне Несмотря ни на что Я поверила тебе Доверилась тебе А оказывается Это ты разрушил мою жизнь Как ты мог 26 лет Каждый день Ты лгал мне, глядя в глаза Как ты мог Разрушить жизнь Стольким людям Моя ошибка Это ничто В сравнении с твоей, Белик Что же ты за человек такой Разрушил мою жизнь Но все равно Продолжаешь защищать себя Хоть раз в жизни Не будь эгоистом Хоть раз в жизни Скажи правду Ты хочешь Я никогда И никого не любил так, как тебя 26 лет 26 лет Я жил с надеждой на то, что когда-нибудь ты полюбишь меня Да если бы я увидел хоть каплю тепла в твоем взгляде Я бы не то, что 26 лет Я бы всю жизнь тебя на руках носил Не надо оправдывать свою подлость любовью, Халил Ты ведь хотела услышать правду Так вот она А теперь давай-ка поговорим Насколько ты честна Если бы ты не ждала ребенка Если бы не оказалась в безвыходном положении Разве посмотрела бы в мою сторону Согласилась бы выйти за меня замуж Нет Нет, потому что я Бедный торговец устрица Михалил Жалкий, безродный Халил Куда мне до Азиза? Я своими руками создал тот шанс, которого ты никогда бы мне не дала Пусть и ценой того, что нажил себе такого врага, как Азиз Топрак Ценой того, что любовь всей моей жизни возненавидела меня А теперь Скажи мне, Милек Кто любил тебя больше? Я или Азиз? Ты совсем не знаешь Что такое любовь, Халил? Это чувство неведомо подлому сердцу Оно может только уничтожить ее И ты уничтожил все вокруг себя Ты умер для меня До нашего развода не вздумай Показывается мне на глаза Я не отпущу тебя, Милек Ты выглядишь гораздо лучше, дорогая Да, мне уже лучше, брат Намного лучше Конечно, лучше, милая Врачи сказали, через пару дней снимут аппарат Достаточно будет несколько раз в день принимать кислород Это же замечательно Очень рада за тебя Эмре Какое изысканное кольцо Это подарок Кинана Да Мы с Эмре приняли решение Не хотим затягивать с помовкой Правильное решение Поздравляю Что такое, Эбру? Кажется, ты не очень рада этой новости На тебе лица нет Мое Самое большое желание, чтобы Кинан был счастлив Ведь он мне как брат Будьте счастливы Спасибо Поздравляю Очень рада за вас Мои поздравления Как хорошо, что вы сразу не поженились Чудесно Теперь можно будет соблюсти все традиции Дорогой, пожалуйста Милая, что я такого сказал? Просто выразил свои мысли Не слишком ли вы торопитесь, сестренка? Пока ты окончательно не поправилась Это я настояла, брат Сейчас устроим помолвку А как только я поправлюсь, сыграем свадьбу Я согласна Не нужно надолго откладывать вашу свадьбу Давайте тогда отпразднуем два важных события одновременно Что скажете? А какое второе событие, Хазал? Открытие нашего ресторана? Давайте строим помолвку там Я все организую Хочу внести свой вклад в ваше счастье Конечно Ведь мы именно тебе обязаны своим счастьем Да Мы познакомились благодаря тебе По-моему Это прекрасная мысль А ты что думаешь? Я не против Тогда приезжайте завтра Обсудим все детали на месте Все будет прекрасно, я уверена Поедем, любимый? У меня есть кое-какие мысли по этому поводу Нужно вместе решить Договорились? Добро пожаловать в нашу семью, рыбак Спасибо Но за такое время мы не сможем организовать пышную помолвку Поэтому давайте не будем звать гостей Отпразднуем в тесном семейном кругу Что скажете? Можно я хотя бы самых близких друзей приглашу, иначе они обидятся? Конечно, милая И нужно пригласить нашего врача Пусть приглядывает за тобой Да, ты права ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет Здравствуй Прости, что позвала тебя так неожиданно Ничего страшного, но у меня встреча в три часа Кенан с Эмре приедут в ресторан Чтобы обсудить детали помолвки Конечно Я не отниму у тебя много времени Я не позвала бы тебя, если бы это не было важно Ты меня заинтриговала Что за важный вопрос, который нельзя обсудить дома? Сейчас расскажу Что будешь пить? Кофе? Можно Здравствуйте Мне, пожалуйста, два кофе Один черный, один с молоком Одну минуту Значит, скоро твоя помолвка Именно так Да еще и в ресторане Хазал и Милек Хазал предложила, и я согласился Я все-таки не думал, что все зайдет настолько далеко Но А мы приглашены? Думаю, вам лучше не приходить Видишь, Кофис У нашего друга помолвка А нас даже не приглашают Ну, вы ведь сами понимаете Если возникнет неприятная ситуация, это расстроит Эмре Она еще не совсем оправилась Ну что ж, ладно Как пожелаешь Но мы все-таки отправим свой подарок Правда, Кофис? Конечно Отправим Что у вас на уме? Это не важно Важно то, что на уме у этого мерзавца в Урала Опять он что-то задумал Судя по тому, как срочно он нас сюда вызвал Да, я тоже удивился Он явно что-то задумал Ну что ж Скоро узнаем, какие козни он опять для нас строит Спасибо Какой из них черный? Тот, что справа Спасибо 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 Тебе же черный, верно? Да Итак, Дефне, я тебя слушаю У меня немного времени Я позвала тебя сюда из-за Эбру А что с ней не так? Брось, Хазал Мы ведь обе знаем Это Эбру отключила дыхательный аппарат Эмре Ты... С чего ты это взяла? У тебя есть доказательства? А разве тут нужны доказательства? Только не говори, что не замечала, как Эбру смотрит на Кинана Она по уши влюблена в него Когда вчера речь зашла о помолвке, на ней лица не было Что за глупости, Дефне? Неужели ты из-за этого позвала меня сюда? Ты сама знаешь, что это не глупости Если немножко напряжешь память, то поймешь, что я права В Урал будет принимать гостей на яхте Они ищут старшего официанта И чтобы не взяли другого, я сказала, что ты сможешь За это заплатят три тысячи Эти деньги вас спасут Нам нужно найти выход Отныне ты не можешь думать только о себе Ты должна делать так, как будет лучше для всей нашей семьи Ты выйдешь замуж за Урал Она захотела избавиться от Эмре, потому что влюблена в Кинана Кто еще в нашем доме мог желать смерти Эмре? У нее есть дневник, который она прячет от всех Я думаю, она туда все записывает Хазал Что с тобой? Мне Мне не по себе, Дефины Я пойду в уборную Я провожу тебя Ты такая бледная Ну, чего мы ждем в Урал-де-Мирогло? Что кто-то спустится с неба и возместит нам ущерб? Именно так, Азиста Праг Подожди немного Не один ты можешь преподносить сюрпризы На этот раз моя очередь Хазал? Хазал, как ты там? Хазал? Мне плохо И у меня кровотечение Скорее поехали к врачу Давай, дорогая Держись за меня Слушаю вас Прекрасно Большое вам спасибо Очень выручили До свидания Итак, господа Я вас всех поздравляю Мы понесли большие убытки Но смогли спасти и корабль, и груз Что такое? Вы совсем не рады? Не нужно меня недооценивать, Азиста Праг И это только начало Уже очень скоро я выкину вас обоих из компании Потерпите Брат Брат, что происходит? Ты мне объяснишь? Что ты задумал? Как тебе удалось вернуть корабль с Франции? Ты, главное, ни во что не вмешивайся У меня все под контролем Наша главная проблема — это рыбак Его помолвка с имрой сейчас очень не кстати Да, честно говоря, я не ожидал, что ты так спокойно это воспримешь Пока дело не дошло до свадьбы Переживать не о чем План рыбака прост Он хочет жениться на имре и получить контроль над ее акциями И что нам делать? Ничего, будем ждать Пока сестра не поправится А ты за это время узнаешь, есть ли у Кинана с Азизом новый план Синан В последний раз я положился на тебя в детстве Прошло уже столько лет Удиви меня, пожалуйста Не переживай так Речь о нашей сестре Ты же знаешь Что ради нее я готов на все Хорошо Что с ней, доктор? Ничего серьезного, не беспокойтесь Такое довольно часто происходит Это может быть связано всего лишь с гормональной перестройкой в организме Кроме того, могли сказаться такие факторы, как стресс Или сильное волнение Не думаю, что это повторится Но на всякий случай Выпишу вам кровоостанавливающее средство Большое спасибо Дефне И тебе спасибо Ты меня так напугала, дорогая Хорошо, что ты была рядом Повезло, что мы были недалеко отсюда Я уже много лет наблюдаюсь в этой клинике Еще раз большое спасибо Мне пора, я уже опаздываю Может, тебе лучше перенести встречу? Поезжай домой, отдохни Нет, Дефне, мне нужно идти Ну ладно, ты поезжай А я заберу рецепт и куплю тебе лекарства Хорошо, спасибо Всего доброго Берегите себя До свидания Ну, что скажешь? У нее еще не было сексуальных контактов Спасибо тебе Дефне Я согласился на этот осмотр Потому что был в долгу перед тобой Но это было в первый и последний раз В свое время ты мне очень помогла А сейчас я помог тебе Теперь мы в расчете Не расскажешь мне Как тебе удалось Привезти ее сюда на осмотр? Вреда от этого не будет, да? Не будет Достаточно добавить одну каплю в чай или кофе В течение десяти минут начнется сильная боль и небольшое кровотечение Только сразу же привези ее сюда И Дефне никто не должен узнать, иначе меня уволят Не волнуйся, милая Это останется между нами Не надо меня расспрашивать Нашла один способ Давай закроем эту тему Мне пора Это здесь? Да, здесь По навигатору адрес верный Отлично Большое спасибо Хазал Как тебе это удалось, сынок? Во Франции у меня есть хорошие друзья, которые не отказали мне в услуге Скажу честно, это было непросто Но я справился Видела бы ты их лица, когда я сказал, что корабль и груз вернулись Насчет Азиза Можешь теперь не переживать Он уже давно загнан в угол и ничего не сможет сделать, если я не позволю Ты что-то от меня скрываешь? У тебя есть какой-то козырь против него? Конечно есть Ты ведь меня знаешь, сынок Я ничего не делаю просто так Двое детей Азиза приемные И они до сих пор об этом не знают Это слишком мелко, чтобы сломить такого человека, как Азиз Топрак Не обольщайся Не сломить, а вывести из равновесия Это поможет нам выиграть время А когда наступит подходящий момент, мы уничтожим его Но сначала нужно уладить небольшую проблему Какую? Халил Заполучил письмо на Азиз к Азизу Что? Какое письмо? В нем она просит брата о помощи Если это письмо попадет в руки Азиза, он перейдет в наступление И что будем делать? Дадим Халилу то, что он просит, и заберем письмо А чего он хочет? Денег И гарантию получить тепленькое местечко в нашем особняке Мы ведь не можем доверять ему А я ему и не доверяю Я всего лишь хочу расположить его к себе на какое-то время Сначала заберем письмо А потом он поплатится за этот шантаж Если ты сюда приехала, значит ты мне уже доверяешь Дело не в том, кто кому доверяет А в том, что ты задумала В Урал мой муж А если я не буду с тобой заодно? Если все расскажу ему? Если бы ты хотела так сделать, то здесь уже были бы люди в Урала Я знаю, тебе тоже интересно, что случилось с Нази Мы с тобой должны узнать об этом Кто ты? Чего ты добиваешься? Меня зовут Жале Я журналистка Нази моя подруга со времен университета То есть была подругой До того, как она вдруг пропала Что ты хочешь сказать? Говори яснее В Урала я знаю очень хорошо С тех пор, когда с Нази они стали встречаться Вначале они были очень счастливы Они поженились, хотя ее брат Азиз был против Но потом с Вуралом что-то произошло Он сильно изменился, стал другим Он постоянно ревновал Назика всем и каждому Когда Нази сказала, что хочет с ним расстаться Он распустил руки Мы вместе заявили в полицию Но потом заявление пропало Когда я узнала об этом, то высказала в Уралу Сутками его люди следили за мной Он угрожал мне Потом вдруг меня выгнали из газеты Меня обвинили в том, что я продажная журналистка Я, конечно, поняла, что это в Урал приказал И мне пришлось уйти Почему? Ты могла бы не уходить Ты могла бы побороться Ты думаешь, я не пробовала? Ты еще не знаешь своего мужа Он весь Стамбул превратил для меня в ад Мне ничего не оставалось, кроме как уехать И Нази хотела, чтобы я уехала Она боялась, что в Урал каким-то образом навредит мне И как ты, наверное, читала в письме Она написала, что это ее последнее послание Моя подруга защитила меня Но я не смогла защитить ее Когда я вернулась, Нази уже нигде не было Ни имени, ни адреса, ничего Почему ты никому не рассказала об этом? Пойти к Азизу для меня значило совершить самоубийство В Урал годами следил за его делами За тем, с кем тот общался В конце концов он подстроил ловушку И отправил его в тюрьму Послушай, я уверена Уверена, что в Урал что-то сделал с Нази Она не ушла бы, не сказав ничего мне или своему брату Нази не сбежала Я думаю, что в Урал убил ее Мне нужна твоя помощь, чтобы доказать все это Я знаю, ты пытаешься выяснить, что произошло с Нази Я с некоторых пор слежу за тобой Я знаю, что ты ходила к адвокату И почему-то с Вуралом я тоже разузнала У нас с тобой одна цель, Хазал Если мы объединим усилия, мы сможем вывести Вурала на чистую воду Ты должна поверить мне Нам с тобой необходимо верить друг другу Потому что у нас больше нет никого, кому мы могли бы доверять Где моя подруга? Жива ли я, не знаю И что еще важнее Я боюсь, как бы и с тобой не случилось что-то подобное Любимый, я все еще не могу поверить Моя мечта сбывается Благодаря тебе Это ты воплощаешь мои мечты Как раз тогда, когда я потерял надежду Ты показала мне, что жизнь все еще прекрасна Кенан Я хочу у тебя кое-что спросить, ладно? Я знаю, что твой отец умер Но у тебя есть брат, с которым ты нас не познакомил Не переживай, я вас к свадьбе познакомлю А твоя мама? Мама? У меня есть только ее документы, ты сама знаешь Я ее совсем не помню Я не верю, что она вас вот так бросила и ушла Вы ведь все-таки ее дети Наверняка она была вынуждена Может, попробуешь ее найти? Давай закроем эту тему Не будем говорить о ней в наш счастливый день Ты прав Прости, я не хотела тебя обидеть Да ты и не обидела, не расстраивайся Просто забудем и все В следующий раз поговорим, хорошо? Хочешь сказать, что помолвку здесь проведут? Дочка, что ты такое творишь? Зачем ты так мучаешь себя? Мне уже пора привыкнуть, мама Я должна со всем этим смириться Как бы мне не было больно Уже ничего не поделать Я устала, уже правда устала Ах, дочка Ах, моя Хазал Что мне сказать тебе? Ничего не говори, мама, пожалуйста Хорошо Но я ни на секунду не буду выходить из кухни Глаза бы мои не видели этих домироглов Хорошо, как хочешь Добро пожаловать Здесь все очень красиво Да, здесь очень приятно Правда, не похоже на те места, где вы обычно проводите вечера? Как раз то, что я и хотела Я так все и представляла Никакой роскоши Милое и уютное кафе Я рада Садитесь Я принесу вещи из машины Ты хорошо выглядишь, милая Пришла в себя? Спасибо Это благодаря Кинану Он ни на секунду не оставляет меня одну Витамины и все такое Прогулки на свежем воздухе Ну и самое главное, это любовь Что там у тебя? Там салфетки с нашими именами Тогда отнеси их на кухню Я покажу тебе Очень красиво, мне очень нравится А куда положить? Дай мне Я разузнал про фирму защита У них хорошая охрана Что будем делать? Как заберем запись? Не знаю Спрошу советы у Азиза Нельзя Кинану Тогда он тоже увидит запись Мы не знаем, как он поступит Вдруг захочет использовать против нас Я ему не доверяю Не доверяешь? Да я в жизни не знал человека надежнее Нельзя, говорю тебе Не хочу, чтобы эти записи видел кто-то, кроме нас двоих Ни в коем случае не совершай ошибку Делай, как я тебе сказал Все реши, потом исчезни Понял? Хорошо, хорошо, понял Нам надо самим решить этот вопрос И как же? Тайно прокрасться в офис компании и украсть диск? Конечно нет Нам нужно как-то найти и уничтожить эти записи Не обращаясь никому за помощью Хорошо Не буду рассказывать Азизу, ладно? У нас мало времени Ты слышал в Урала Он быстро решит этот вопрос Понял, понял, хорошо Найду выход, что-нибудь придумаю Не дави на меня Кенан Кенан Здесь все наши украшения А здесь написаны наши имена Звонили из кондитерской По поводу дегустации Хорошо, все попробуем Тогда вы мне скажите, что хотите Я начну потихоньку все готовить Хорошо, рассказывай тебе и так Наш стол будет стоять Вот здесь Сверху будут висеть украшения Так будет очень красиво Потом А здесь повесим проектор На котором покажем наши фотографии А здесь пусть будет открыто А наверх что-то хочешь? Да, я хочу, чтобы все блестело Хорошо Дорогой Все будет блестеть Эти буквы На салфетках Наши имена Пусть на каждом столе будут стоять Такие цветы Хочу такие повсюду Хорошо будут на каждом столе Да А вот это на стуле Но пусть каждый стул будет разного цвета Что с тобой? Тебе плохо? А? Все хорошо Все хорошо Кажется, я немного разволновалась Ладно, хватит Теперь пойдем, давай Имре нужно отдохнуть Но торт... Это потом Мы все успеем, но потом Хорошо Спасибо тебе большое, Хазал Пожалуйста Ты не переживай Я все подготовлю Идем Разве можно штрафовать нас на миллионы долларов Только из-за того, что мы пару раз пропустили платеж по кредиту? Что это за правило? Мы же постоянные клиенты вашего банка Господин Урал Поверьте Это зависит не от меня Вам надо немедленно оплатить два просроченных платежа Вы использовали все деньги со счета на строительство корабля, который был изготовлен во Франции Причем тут вы и мой корабль, который был изготовлен во Франции Корабль идет обратно Он в пути, нет проблем По решению заседания банка ваш кредит был признан рискованным Нужно заплатить всю сумму Это дело курирует сам генеральный директор Господин Хакан, что за неуважение? Что значит просит всю сумму? Вы не первый день работаете с Демироглу Я вам кое-что скажу Вы последний раз сотрудничаете со мной Слушайте, прошу вас, дайте мне месяц И я закрою кредит полностью Я бы дал вам сколько угодно времени Но процедура уже запущена Ваш особняк является залогом Если не заплатите, через суд его продадут за бесценок Не учите меня, что делать, я сам знаю Когда вы еще не сидели в этом кресле, я уже работал с вашим банком Если не заплатим за месяц, продавайте особняк и все С кем бы ты так разговаривал, что стряслось? Нет, ничего, мама Я разговаривал с менеджером банка Есть маленькая проблема Я хотел кое-что спросить Что если мы проведем эту зиму в особняке дедушки? Нет, Эмре должна быть на виду В этом месяце я от нее не отойду А мы все вместе поедем, всей семьей Ты серьезно? Да Но тебе совсем не нравился тот дом На самом деле он мне все еще не нравится Но я знаю, и ты его любишь, и сестра любит Ради вас я могу потерпеть Кроме того, тут с нами много кто живет Рыбак теперь живет здесь А там больше комнат Хотя бы не буду так часто сталкиваться с ним Хорошо, ладно После обручения переедем Мама, а давай не будем ждать обручения Давай завтра соберемся и послезавтра переедем Да что это за спешка, сынок? Ты знаешь меня, если я что-то решил, то немедленно хочу исполнить Такой характер Хорошо Скажи, Сельми, пусть подготовят особняк Было бы прекрасно Я пойду поговорю с Хазал об этом Дочка, помешивай суп, вдруг подгорит Тетя, эти сладости уже пропитались сиропом Положи, пожалуйста, их на поднос Не успеем, клянусь, не успеем С самого начала ничего не успеваем Ай, Милек Здравствуйте, госпожа Хазал Да, это я Нас отправил господин в Урал Помочь вам все подготовить к обручению Нет, нет, нам не нужна помощь Да как это нет, Милек Разве ты не говорила, что мы не успеваем Пусть останутся Вечером нам будет нужен человек Не стоит, мы успеем Я ничего не хочу принимать от Домироглу Мама, послушай Тетя права Сегодня придется много и хорошо поработать Этот вечер для меня очень важен, ты же знаешь Я не хочу ни перед кем опозориться Мне нельзя опозориться Пусть помогут нам Ох, Хазал Во что только ты меня втянула Хорошо, делайте, что хотите Только меня не впутывайте Прошу, пойдемте, я вам все покажу Что скажешь, брат? Как тебе? Не сглазить бы Просто красавец Может быть, другой галстук надеть? Нет, черный лучше Так красивее Ого Уже готов Поздравляю Спасибо Азиза еще нет? Нет У него срочное дело Он передал тебе привет И ему передавай привет Значит, срочное дело А мы узнаем, что это за дело? Ладно, я пойду Позже увидимся До встречи Кенан Все хорошо? Прекрасно Ты не обязан этого делать Ты ведь знаешь Разве? И зачем в ресторане Хазал это делать? И она, и ты будете страдать еще больше У нее все хорошо Не переживай Я вижу У тебя что-то есть на уме Только не понимаю, что Ну-ка, давай, расскажи мне Хазал Замешана в деле с Эмре Это из-за ревности Эбру рассказала мне на днях Хазал очень ревнует Эмре И могла ей навредить Я ни в коем случае не верю в это, конечно же Но Кто-то Может так подумать Нет Это невозможно Как хорошо, что наше обручение и переезд в этот особняк совпали Бабушка и дедушка будут тоже рядом, мама? Конечно, родная Как только приезжаю сюда, всегда чувствую себя очень уютно Я буду готовиться здесь к лучшему дню в моей жизни И это принесет мне удачу Конечно, дитя мое, так и будет Я очень сочувствую тебе Бедняжка Эмре Ты волнуешься, дорогая? Да, немного И? Ты выбрала, какое платье наденешь вечером? Это сюрприз ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эмре, ты прекрасно выглядишь Спасибо большое Парень, ты забрал самую красивую девушку Присматривай за ней Эмре, ты очень нужна нам Она и мне очень нужна Не переживайте Желаю счастья Спасибо Дорогая, доктор пришел Пойдем, оставим гостей на пару минут Добро пожаловать Мы рады, что вы нашли время прийти Ну что вы Такой волнительный день И вы как раз будете у меня на глазах Мои поздравления Благодарю вас Добро пожаловать Спасибо Желаю счастья Благодарю Рад видеть Дорогой, я первый раз вижу такую глупость Разве можно в кафе на набережной праздновать помолвку? Не бери в голову, Дефне Эта помолвка сама по себе полная глупость Я не вижу твою маму Где госпожа Милек? Она присоединится к нам? Не присоединится После всего, что ей пришлось пережить Она не хочет быть среди нас С вашего разрешения я займусь гостями Я же хозяйка здесь Казал, милая Пожалуйста, пойми меня правильно Ты же не будешь сама заниматься обслуживанием наших гостей? Веди себя как хозяйка заведения Договорились, дорогая? Мама права Пусть сегодня кто-то другой обслуживает Прошу Работать самой в собственном ресторане Совсем не зазорно Как раз наоборот Но раз уж вы и ваши гости думаете Что это унизительно Хорошо, я не буду обслуживать Поскорей бы все это закончилось Сынок, ты же обещала мне Прошу тебя Посмотри на сестру Как она счастлива Из-за нее мне приходится терпеть этого рыбака Кстати, Халил отдал записку? Нет Этот гад играет с нами Ну пусть только помавка закончится И я покажу ему, как надо играть Я выйду подышать свежим воздухом Ну, дорогой Сейчас кольца будут надевать Мама, я на минутку Скоро приду Прекрасный вечер Да Это так Я вижу, ты хочешь поговорить Постоянно смотришь на меня Говори, что хотела Я слушаю тебя, Дефне Я бы не стала на твоем месте Так этого хотеть Потому что тебе не понравится, что я скажу Дефне, говори сейчас же Мне не до тебя Я знаю, что ты сделал с Хазал Поэтому она и вышла за тебя Что ты несешь? В Урал Наверное, Хазал тебе не рассказал, что мы ходили к гинекологу Не бойся Хазал ничего не знает То есть, она все еще думает, что ты... Ну, ты понял Проблем нет Конечно, только пока Господин Вурал Ваша мама зовет Кольца уже надевают, кажется Поспеши Здесь не место, чтобы обсуждать такие вопросы Завтра поговорим об этом Все хорошо? Я счастлива Еще никогда не была такой счастливой Дорогой, где ты был? Просто выходил подышать воздухом Добрый вечер Добро пожаловать Я думала, вы сегодня не придете Почему же? Кенан, мой друг детства И я не могла его оставить Конечно, ты права Но ты его оставила Посмотри Твой друг рядом со своей невестой Твоя сестра пришла Ахмед, здравствуй Добро пожаловать Благодарю Хазал, ресторан очень красивый Спасибо Добро Давай подойдем к кенану Хорошо А вот и мой брат Ахмед Добро пожаловать Спасибо Рад познакомиться Я тоже Поздравляю Спасибо Поздравляю, Эмре Спасибо Поздравляю, Кенан Спасибо Семья Самая главная и ценная В нашей жизни Я рада, что моя дочь Обручается с партнером нашей компании Человеком, которому мы доверяем Потому что это важный шаг Я желаю удачи им обоим И процветания нашей семье Желаю счастья Спасибо 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 Это передали вам Проклятье Это же мой дневник Дневник Ибру Записка на ЗИ Что это такое Что это значит Кто это выставил сюда Выключите это Выключите Выключите, говорю вам Выключите Немедленно Ну что Хороший подарок Надеюсь понравился мой сюрприз Что это значит А? Моя горячо любимая сестра Нази Топрак Или как вам она известна Под именем Нази Демироглу Написала мне это письмо Которое, к сожалению До меня не дошло Она пишет Что очень боится мужа А именно того Кого вы видите перед собой В Урала Демироглу Пишет, что боится Что ей угрожает опасность И я не могу это оставить Просто так Короче говоря Госпожа Джанан Пришло время Вашей расплаты Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok